Активисты многоразового использования. Какие еще протесты организовывали молодчики, разгромившие студию подробностей в минувшее воскресенье? Янтарь все спишет. Ривнанский суд простил чиновника, погоревшего на рекордные партии контрафакта. Градус аттестации, что отмечал начальник уголовного розыска, задержанный львовскими патрульными. Пять дней назад, в воскресенье, новостейную студию телеканала Интер атаковали и подожгли неизвестные, назвавшиеся мирными протестующими. Журналисты, готовившие итоговый выпуск, оказались заблокированными в пылающем здании. А вот в толпе активистов был замечен бывший наркоборец, одиозный Илья Кива. Сегодня он дал интервью одному из изданий, в котором рассказал, участвовать в митинге ему дал поручение лично глава МВД Арсен Аваков и якобы только ради того, чтобы защитить митингующих атошников от полицейских. Сам Арсен Аваков сообщил, что активисты – это бывшие бойцы 30-й бригады. Но военные сразу же заявили, к атаке на Интер не причастны. Но кто же тогда эти мирные протестующие? Отчасти ответ на этот вопрос можно получить, нет, не в кабинетах следователей, а просто в мусоре, оставшемся после атаки на телеканал. Продолжит Татьяна Авинникова. Кто руководил так называемыми мирными протестующими, в итоге не ясно. Но после них осталось выгоревшее здание, испорченная аппаратура и вот такие плакаты с критикой телеканала и журналистов. Они их бросили, когда убегали. Мы сохранили. Вот, например, только один из них. Как видите, на нем громкий лозунг против Интера. Все вроде бы как полагается, но, как оказалось, транспарант бэушный и многослойный. Покатался, похоже, не по одной акции протеста. Приподнимаем антиинтеровский плакат и здесь уже социальные требования. Под следующим антияценюковский лозунг. Вот, посмотрите, Яценюк-мародер. И здесь же верните наши пенсии. Откуда же у митингующих такие многоразовые транспаранты и кто же они на самом деле? Активисты-патриоты или профессиональные гастролеры по митингам, которые отрабатывают чьи-то деньги и экономят даже на плакатах. Татьяна Овинникова, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Что касается Ильи Киева, засветившегося перед горящим зданием нашей телестудии, то бывший наркоборец уже в нескольких интервью пообещал, подобных зачисток стоит ждать и другим телеканалам. За последние два года он сделал головокружительную карьеру. Правда, сейчас не при должности и, наконец, нашел время заняться образованием. С чего начинал и чем прославился Киева нынешний студент и любимчик Авакова, знает Кирилл Ющишин. Карьера Киева началась в Полтаве. Там он работал в управлении по правам потребителей и с поличным попался на получение взятки. Он вымогал полторы тысячи долларов у владельцев ювелирного магазина. За это Киеву осудили, но не посадили, только оштрафовали. Позже другой суд вынес решение о снятии судимости и теперь Киева юридически чист перед законом. Первый громкий скандал, связанный с персоной Киевы, произошел в зоне АТО. Там он сначала возглавлял батальон Полтавщина, затем руководил Донецким областным управлением МВД. У себя в Фейсбуке он предложил расстреливать автобусы с мирными гражданами, которые ездят в оккупированный Донецк. В прошлом году был назначен замначальника областного управления МВД в Херсоне, как говорит, по личной команде министра. Задача, которую поставил перед мной министр, это пресечение какой-либо контрабанды. Раз. И формирование второй линии обороны. Это два. Не прошло и нескольких дней со времени назначения, как на Киеву в службу внутренней безопасности, пожаловались водители грузовиков, возивших продукты в оккупированный Крым. Киева тогда организовал так называемую проверку на КПП. Один раз ударил, после того, как я перехал разговаривать, мужику мне капуцу дал. А я когда написал, получается, внутренней безопасности заявления. Но жалобы потерпевших никак не повлияли на дальнейшую карьеру Киевы. Он примерно полгода проработал в Херсоне, был ответственным за взаимодействие с крымскими татарами во время гражданской блокады полуострова. Вот только это взаимодействие быстро закончилось, когда спецназ под руководством Киевы пошел штурмом на татар. Тогда Киева обещал татарам поддержку, а вместо этого попытался силой выбить их из лагеря. Это та новая полиция, за которую мы голосовали? Это наш Илья, за которого мы голосовали? Одев только форму, только вчера уже как бы зашел в кабинет, и то, что сейчас он уже делает? Это тот человек, который был с нами. Вот вам, пожалуйста, оборотни, живые и здоровые. Почему сотрудники правоохранительных органов применяли не силы против крымских татар? Никто, я не видел, я извиняюсь, я просто не видел этого. Никакой силы никто не применяет. После конфликта с крымскими татарами Киеву перевели в Киев возглавлять департамент по борьбе с наркопреступностью. После скандальных интервью в прессе его отстранили от должности и перевели на другую работу в Министерстве внутренних дел. А вот какую именно, не разглашается. Недавно Киево баллотировался в нардепы на довыборах в Херсоне. Выборы одиозные матчи предсказуемо проиграл. Но запомнился тем, что во время избирательной кампании в присутствии журналистов и полицейских избил человека. Удивительно, что сотрудники полиции даже после этого не задержали дебошира. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаев. В справедливом расследовании поджога нашей студии и блокировании Интера сомневаются и парламентарии. Нардеп от оппозиционного блока Михаил Попиев сегодня направил заявление в Генпрокуратуру и СБУ с требованием сменить квалификацию статьи на террористический акт, совершенный группой лиц. На ваших экранах его обращение к силовикам. К заявлению нардеп приложил сканы и копии статей в интернет-изданиях, а также список ссылок на видеодоказательства. Сегодня Михаил Попиев гость нашей студии. Михаил, здравствуйте. Расскажите о сути вашего обращения. Сегодня я обратился к главе службы безопасности Украины, потому что те материалы, которые мне дали граждане, потому что много звонков, люди сами мне скидают на электронную почту, те скриншоты, которые есть, и проводят, скажем так, внутреннее свое расследование. И когда собрали эти все материалы, которые дали активистами и волонтерами, которые встали на защиту Интеру, то виходит, что квалификация, которую сделала национальная полиция, что это умисное уничтожение или уничтожение чужого майна и хулиганство, это не та квалификация, под которую подпадают эти действия. То есть они, за всеми ознаками, есть оружейная группа неведомых людей, которые вернулись на канал, которые были четко скоординованы, и это видно по камерам видеоспостережения, в которых были расписаны роли, которые сделали умисный подпал в тот момент, когда здесь находились люди. И после этого, до 6 вересня, они еще и были требования с метою примусу выполнить те или иные действия юридической особи. То есть это абсолютные ознаки статьи 258 Криминального кодекса Украины «Террористический акт». И я обратился в связку с тем, что подследовательность за этой статьей есть Служба безопасности Украины. И вот я показываю до главы Службы безопасности Украины с тем, чтобы в единый реестр досудовых расследований была внесена моя заявка за частью 2 статьи 258 «Террористический акт» и проведено досудовое расследование. Правильно ли мы понимаем, что вы также не доверяете следователям Министерства внутренних дел и более доверяете Генпрокуратуре и СБУ? Я бы хотел, чтобы саме расследование было неупережено. Я не хочу формулировать ту или иную думку. Я надав материалы те, которые дали люди. Была заявка Министра в 3 с 1 серпня, это за 4 часа до подійцов, чтобы разобраться с телеканалом. Была. И у меня скриншот, который дали люди. Была заявка первого зама национальной полиции, это Вадим Троян, чтобы закрыть канал. Была. Тоже 31 серпня. И после этого, 4 числа, уже події. Ну и знаете, меня дещо удивил один скриншот. Вот уявите себе, появляется скриншот. Людина, яка не є прихильником телеканалу, в Интере пише, в Киеве горит информационное смертезвалище. И под этим скриншотом появляются лайки, кому понравится. Первый лайк, знаете, от кого? Арсен Аваков. И еще 20. Вы можете представить себе, чтобы у Франции, когда напад был на журнал Шарлі Хепдо, где погибли люди, и теракт был, чтобы министр Франции, внутренних дел Франции, лайкнул, что ему подобается это. Где бы он был сейчас? И виходит так, что, если собрать это все, кроме того, я же был тут 4 числа, и я очевидцем того, чтобы было перекрите место, и лейтенант национальной полиции письмово обратился к директора вашего, чтобы ему надали серверы. И ему в тот же день, где-то 21.30, надали серверы. Но в тот же час министр заявил, и в ранее тоже заявы были, и радника министра, что серверы никто не давал, что те серверы, которые отдали, пошкоджены. Но в тот же время еще следователи были в здании, и я тоже была в тот же время на работе. Видите, еще один такой, ну, просто нюанс, который дает ответ на много вопросов. Вчера, вы знаете, что было заседание комитета с вопросом свободы слова. И вот у меня сценограмма заседания этого. Там был такой Александр Пивовар, заступник начальника ГУНК национальной полиции в Киеве. И в него спрашивают, когда вы получили сервер. Он говорит, что 4 вересня с 21.00 до 21.00 35 минут. То есть, получили. Прашивают, а где они сейчас? И вот ответят его. До этого времени эти серверы не оглядяты эксперты. Ну, как такое может быть? То есть, тут у вас работники звонят в национальную полицию и просят, прийдите, возьмите речевые доказы, которые есть. То есть, тут и каска есть. Там же волосся может быть и может быть установлена особа, которая была. Потом показали мне пакеты, в которых эти сумиши молотова запаливаны, принесены были. То есть, есть много речевых доказов, которые почему-то полиция не хочет брать. Именно поэтому, враховывая то, что вы знаете, позитивная реакция была. И мы благодарны президенту Украины, который поручил генеральному прокурору заниматься этой справой. Поэтому я сегодня обратился еще и к генеральному прокурору Украины, чтобы эта справа была забрана в полиции. И чтобы генеральная прокуратура провела свое, объективное, неопереженное расследование. И выяснили, какая же все-таки была роль министра. Он или подбуриватель, или он организатор, или он замовник. Чтобы тоже независимо оценили деятельность, и насколько его действия отвечают присяги члена уряда. В Министерстве внутренних дел ситуацию вокруг поджога нашей студии не комментируют. Зато буквально спустя час после нападения в воскресенье советники главы МВД комментариями сыпали со всех сторон. Вот, например, какую версию сразу же выдвинул Зарян Шкиряк. И сегодня Шкиряк расхаживал в кулуарах парламента и опять раздавал комментарии. Только акценты сменились. Несмотря на смелость выдвигаемых им версий, ответ на вопрос, когда же ждать от правоохранителей хоть каких-то результатов расследования, советник министра внутренних дел так и не дал. Впрочем, предлагаю послушать диалог целиком. Там были люди, я в том числе в том числе в том числе в этой людине была, когда им осталось уже, что им осталось подпал. Все должно решаться в правовом поле. Проводятся следы, оперативные действия. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, скажем так, истину, что происходило и каким образом. Вы знаете, что расследуется несколько версий, в том числе и самоподпал. Поэтому я думаю, что все эти версии имеют право сегодня на исновение. А в ближайшее время, я надеюсь, что следы... Я не могу, я не следы. Это точно вопрос к мне. Мне на него ответить некорректно. Это должны говорить фаховцы, которые безусловно берут участие в проведении следствия за этим фактом. А почему никто не затраган? Почему все люди... Это вопрос точно не до меня. Тем временем, международная организация «Репортеры без границ» уже решительно осудила нападение на Интер 4 сентября. В официальном заявлении организации говорится, что редакционная политика не может стать причиной разгула насилия. Кроме того, в заявлении поднимается вопрос, почему власти не смогли предотвратить это нападение. Репортеры призывают к скорейшему расследованию. Напомню, в мировом рейтинге свободы прессы этой организации Украина занимает 107 место из 180. Верховная Рада придерживается традиций. По четвергам у депутатов максимальная мобилизация. Так уж повелось. Это день недели, день голосований. Что у депутатов оказалось первоочередным и нескандальным? Все подробности в сюжете. Утром в кулуарах говорят о парламентском скандале последних дней. Квартира на Орде Палещенко. Сегодня избранник в Раду пришел. Вчера, по его словам, летал в командировку. О недешевой покупке ценой в 7,5 миллионов гривен, немалой квадратуре, практически 200 метров, говорит с иронией, подчеркивая, ничего ни от кого не прячет. Мол, велкам, детективы, разбирайтесь. Квартира имеет соответствующий метраж, что там будет музычная студия. Вот и все. Ну, я не знаю. Мне кажется, что ни одна операция с нерухомостью в нашей стране не проходила такой мониторинг, такой проверкой, такой же оттаж, как этот. Но мне приятно, потому что будь-який пиар – это всегда позитивно. Я открыто все делаю, понимаете? Но это привод замыслиться, что против меня ведется информационная война, а ведется она людьми, которые предметом моих журналистов и депутатов. А в зале тем временем берутся за законы. Повестка дня полна, как никогда. Первым делом пререкаются, а нужно ли отменять печати на документах. Цей архаичный эрудимент старой тоталитарной системы на РЕССІ віджив. Какую функцию выполняет печати? Какой защит она гарантует? Кто из вас не знает, что завтра можно выгодить любую печати? Это позволило уникать рейдерских захоплений, позволило уникать противоправных вещей. Мы, когда говорим про Европу часто, то мы правильно говорим, но мы забываем, что украинский менталитет, на жаль, очень сильно отличается от европейского менталитета. Споры на эту тему продолжатся и дальше. Закон приняли только в первом чтении. А еще нардеку пожелали запретить следователям изымать в серверах во время обысков. Следующие должны сделать копирование информации, а не выключение техники. В субъектах господарения спецподраздели могут быть использованы только на основе ухвала следующего в суде и только за условия скояния тяжкого или особенно тяжкого злочин. Тоже в первом чтении закон набрал голоса. И в очередной раз избранники продемонстрировали разное видение одного и того же закона, который вроде как призван отменить мелкие лицензии. Женщину не обманешь, она сердцем чует. Мы не лишь сердцем чуем, но и профессионально точно знаем, что там написано. Сейчас они снимают, по сути, защит внутреннего рынка. Для того, чтобы снеценить спиртовую галузь Украины до нуля, она не будет конкурентом. Приватизируют за без цинь. И после того, они снова повернут себе право мати цю монополию. Это коррупция в чистом виде, которая прикрыта некоторыми регуляторными, дерегуляторными кроками. Мы не считаем, что там есть коррупционные нормы. Коррупционным есть государственная монополия на производство спирта. И это проголосовали за основу. А дальше в планах депутатов целый блок вопросов по децентрализации. У нас утром действительно была встреча с вице-премьером правительства Украины Зубко, который отвечает за децентрализацию. Поэтому презентованы им законы. Те, которые отвечают интересам людей, которые касаются больше финансовой децентрализации, прав регионов, мы действительно поддерживаем. Там частина технических законов. Это переименование сил, это изменение меж. Можливо, это точковые вопросы, связанные с проходением государственной службы. Это точковые вопросы, связанные с децентрализацией, но точковые вопросы. Мне очень прикро, что изменения в Конституции связаны напрямую с особенным статусом территории. И вот эта привязка, в значительной мере унеможливает принимать активные действия по децентрализации. В частности, мова идет о изменения в префектурах, которые можно принять только с изменениями в Конституции. Часть законов приняли, часть будут дорабатывать. Не против депутаты и разрешить штрафовать телеканалы и радиостанции без предупреждения. Правда, и этому дали только старт, утвердили в первом чтении. Оттого, возможно, в зале сегодня и без горячих дискуссий. Все принятое еще не окончательно. Екатерина Лысенко, Ольга Рысарь, Вадим Ревун, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. А в здании напротив говорили о бюджете, за который парламентариям еще предстоит голосовать. Оборона, аграрная отрасль, машиностроение, децентрализация и энергоэффективность. Это основные расходные статьи на следующий год назвал сегодня на заседании правительства премьер. Не забудут, пообещал Владимир Гройсман, и об образовании. Педагогам, например, планируют повысить зарплату. Главное, чтобы нардепы не подвели. Мы должны в вересне внести этот бюджет в парламент. Я бы хотел, чтобы мы построили качественный диалог вокруг парламента. Но, как я говорил ранее, уряд Украины внесет в парламент честный бюджет. Бюджет, который честный из двух причин. Первое. Это реальные доходы. Реальные. И распредел абсолютно открытый этих доходов на потребы страны и украинских граждан. Презентовали сегодня в Кабмине и электронную карту мусорных свалок. Увидеть ее можно на сайте правительства. Пока на чертеже 2,5 тысячи полигонов. Это то, что, по словам министра экологии, удалось обнаружить после предварительной инвентаризации. Но, на самом деле, уверен, на 107 раб свалок более 30 тысяч. Проблема у всех одна. Это не желание органов местного самовредования вызнать масштабы проблемы и реально начать борьбу с этой проблемой. Возвращаюсь к популистям Украины. Будь ласка, возьмите за десяток смертежвалищ, покажите, как нужно упорядковывать. Мы с благодарностью будем прославлять ваш подвиг перед украинскими гражданами. О подвигах нардепа Сергея Пашонского сегодня рассказал его коллега по парламенту Сергей Каплин. Уверяют, что именно Пашонский причастен к доведению до банкротства завода имени 61 коммунара в Николаевской области. Задолжало предприятие сотрудникам несколько миллионов гривен. Каплин обратился к президенту, премьеру, генпрокурору и руководителю НАБУ с призывом разобраться в ситуации на предприятии. На известном на весь свят заводе 61 коммунара, который является флагманом военно-промиссионного комплекса нашей страны, тривалий час организуется и реализуется сценарий доведения предприятия до банкротства. Замовником и организатором этого действия является народный депутат Украины от Антинародного фронта Пашинский. Эта шайка, тривалий час, выполняет заходы по, по сути, ликвидации этого предприятия. Кілька сотен работников вчера вышли на акцию протеста. Проте правоохранные органы и руководство завода погрожило работникам звольнением. Янтарь все спишет. Чем закончилось дело с изъятием рекордной партии незаконно добытого янтаря, журналисты выяснили случайно, заглянув в реестр судебных решений. Как чиновнику, погоревшему на краже более двух тонн солнечного камня, удалось остаться почти безнаказанным. В судебных коллизиях разбиралась Инна Белецкая. Идеально экипированные вооруженные бойцы, мешки с янтарем, гордые Арсений Яценюк и Арсен Аваков демонстрируют в стране самую крупную за всю историю Украины партию янтаря. Изъяли его в микроавтобусе на то время действующего директора Укрбурштына Олега Ирошика. Глава МВД и премьер заявляют, это, мол, только начало. А на предприятии Укрбурштын уверяют, янтарь принадлежит предприятию добыть законно во время геологоразведки. Вылеченный у нас концентрат Бурштыну, добытый, целиком в соответствии к закону, никаких порушений законодавства в его выдачестве не было и нет. Обещанного резонансного расследования так и не последовало. Вместо него тихий судебный процесс и приговор. Малоизвестный предприниматель, собственник трех фирм, двух киевских и одной львовской охранной, должен выплатить 17 тысяч гривен штрафа. И все. Именно он купил за 40 тысяч долларов тысячу килограммов янтаря и зачем-то перевез их на склад Укрбурштына. Потом он же заказал старателям еще полторы тонны. Этот камень тоже перевез на склад Укрбурштына. И весь этот янтарь перевозил директор компании. Дозвониться до Олега Ярошика нам не удалось, а арбитражный управляющий по телефону заявил, что не помнит в подробностях дела. Идется про то, что вы доверенности, какие-то запорезьской фирмы «Старт» передавали Ярошику, а Ярошик не знал, что он вез каменья Бурштин до Рівного. А что там за доверенности были? Как в сердце? Ну, не знаю, это уже было давно. В этой истории есть еще один интересный нюанс. Две с половиной тонны янтаря, которые находятся в хранилище Драгкамней Минфина, эксперты оценили в 136 тысяч долларов, то есть в 3,5 миллиона гривен. Год назад премьер называл другую цифру – 60 миллионов гривен. Но даже эта оценка далека от настоящей стоимости. Если брать средний ценовый диапазон, в среднем по 3 тысячи долларов за килограмм, это немного меньше, чем так называемая двадцятка, то есть камень вагой от 20 до 50 граммов, то эта партия бы стояла примерно 7,5-8 миллионов долларов. Тем временем сегодня народные депутаты в который раз должны были рассматривать вопрос о легализации янтаря. Но не сложилось. Вопрос стоял в повестке дня далеко не первым. И до него просто не дошли. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер. Опасные воды. Об инциденте в Черном море заявили в Украинской госпогранслужбе. Что произошло у побережья Одесской области в 100 километрах от берега? С подробностями Андрей Анастасов. Одесская и Голицынская газовые месторождения находятся в исключительной морской экономической зоне Украины на континентальном шельфе. После аннексии Крыма Россия присвоила все разработанные здесь скважины и буровые установки. А между тем, у Украины были большие планы на эти участки. С 2015 года этот газ должен был не только обеспечить Крым, а поддаваться на материковую часть, чтобы не зависеть от России. Накануне украинские пограничники отправились в очередной рейд собирать доказательства, что Россия до сих пор незаконно добывает газ на этих месторождениях. На борту корабля морской охраны «Подолье» кроме стражей кордона представители Кабмина, газовых компаний, госэкоинспекции. Как только судно приблизилось к Голицынской платформе, российские снайперы нацелили на людей оружие. Это зафиксировал самолет погранслужбы. А на запросы по радиосвязи россияне отвечали так. Не задавайте вопросы, на которые вам никто не ответит. На пути к одесскому самому богатому месторождению и вовсе появились российские боевые корабли с наведенной на украинцев арт-установкой. Подрезали, сближались, а со стороны Крыма прилетел бомбардировщик Су-24. Он трижды облетел «Подолье». «Был полностью со всеми навесными своими обладаниями, со сброей. Прошел он над нами дуже низко, може метров 50-70 над нами. Це дуже небезпечно, і це є також порушенням норм международного права. Корабль був приведений в боеву готовність». До прямого конфликта не дошло. На явные провокации россиян украинские пограничники не поддались. Хотя им всячески пытались помешать зафиксировать добычу газа на украинской территории, сделать это все же удалось. Ця активність, вона ще раз підкреслює і доказыває нам те, що там деяльність відбувається. Теперь эта доказательная база буде фигурировать в судебних исках, которые Украина подала против северного соседа. Каким будет результат, чиновники сказать затрудняются. Це можуть бути додаткові санкції на російську федерацію і так далі. Саме інтересне, що об інциденті в Чорному морі російські і кримські СМІ сообщають исключительно со ссылкою на українську госпогранслужбу. Російська о проїзошедшем умолчала. Андрей Анастасов, Ігорь Михайношин, подробності телеканал «Интер». І ще один інцидент во время цієї інспекції. В Каркинийському заливі морські пограничники зафиксировали російське судно «Иртыш», яка занималась добычей песка. Все происходило в заливі между побережьем Херсонській області і Кримом. Українські пограничники називають це нарушенням, поскольку у судна не було разрешення від України на проведення робот. Сам же капітан «Иртыша» считає, що знаходився за некій лінією розграничення. Але никакої демаркації границ між материковой части України і Кримським полуостровом бути не може. І в цей раз судно охороняли російські военні. Жертву перемирия двоє мирних жителів получили ранення в результаті обстріла боєвиками поселка Верхніторецка. О состояниї пострадавших і ситуацій на донецькому направліні в цілому розкажет Ярослав Кречка. Піселок Верхніторецкая лінія фронта разделила на две части. В одну украинська армія, в другій – боєвики. А вот эта дорога – уже фактически серая зона. В этой нейтральной полосі накануне вечером і пострадало двоє мирних жителів. Сват шел за бічком. Отрязав його, чесав отвязувати. А тут висел другой сосед, рядом, де бічок був. Ну, вони знаєте, як ми зараз с вами, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Во время такого обыденного разговора, по словам Надежды, и прилетел вражеский снаряд. И мене дочка показала, там воронка была. Ну, я там мина влетела. Пострадавших доставили в больницу города Торецку. Одного із мужчин тяжелая осколочная травма. У второго ранение полегче. Родственники обоих наотрез отказываются от комментариев. Травма получена со слов пострадавшего в результате взрыва неизвестного предмета. Таким образом. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии в отделении. В жизни его ничто не угрожает. В целом на Донецком направлении за сутки зафиксировали 9 провокаций боевиков. Относительно тихо на всех участках фронта. Но иногда там где-то что-то прилетает. И несмотря на напряжение, в прифронтовых городах сегодня праздник. Под украинскими флагами здесь отмечают годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. И проводят параллели между двумя войнами. То поколение, которое у нас на сегодняшний день подрастает, оно сейчас получает еще один урок мужества. Ветераны переживают, да и все население. И мы верим. Благодаря, конечно, сбройным силам Украины, мы, думаю, майбутнее у нас будет очень хорошее. А там, уверен Николай, еще один красный день календаря не за горами. День освобождения Донбасса уже от российских захватчиков. Ярослав Кречко, Юрий Романюк и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Для полного прекращения огня на востоке Украины еще необходимо приложить немало усилий. Об этом сегодня заявил в Берлине Франк Вальтерштайнмайер на встрече с Павлом Климкиным. Дипломаты, среди прочего, обсуждали, как достичь безопасности на Донбассе. Оба министра подчеркнули, что режим прекращения огня соблюдается лишь в первые дни сентября. Но потом обстрелы возобновились. Все эти инциденты показывают, насколько шаткая ситуация на востоке Украины. Поэтому нельзя ослаблять наши усилия. Необходимо сделать все возможное для достижения большей стабильности и договоренности о прекращении огня. Там же, в Берлине, дипломаты подтвердили намерение провести на следующей неделе, но уже в Киеве, встречу на уровне глав МИДов Украины, Франции и Германии. Стороны планируют обсудить возвращение к нормандскому формату переговоров. Встреча со многими неизвестными. Американский госсекретарь Кэрри должен был сегодня в Женеве начать переговоры с российским министром Лавровым. Темы две. Украина и Сирия. Отель для встречи забронирован. Пресса ждала весь день. Вот только сложный разговор все никак не начнется. Почему? Выяснял в Вашингтоне мой коллега Дмитрий Анопченко. Поговорят или нет? Приедут в Женеву или отложат разговор? Это до последнего момента было непонятно. Лавров и Керри созвонились и решили встретиться. В Женеве 8 и 9 сентября. Еще накануне сообщили в Москве. Мы не можем подтвердить эту встречу. Практически сразу же прокомментировали в Госдепартаменте. Договоренность достигнута. Переговоры будут. Отрапортовал уже сегодня российский МИД. Но ведомство самого Керри все так же хранило молчание. И вот ближе к вечеру еще один короткий телефонный разговор. Возможно Лавров и Керри встретятся завтра. В той же Женеве. Но гарантии опять нет. Вроде бы так не должно было происходить. Ведь об этой встрече договорились в ходе большой двадцатки. Когда Барак Обама переговорил с Путиным. Говорили о Сирии и об Украине. И не достигнув четких договоренностей. Обама предложил. Но пусть этот разговор теперь продолжат. Керри и Лавров. Почему же в таком случае до сих пор нет ясности? Ответ на это выяснили журналисты Washington Post. Написали мол Белый дом отправил в Москву свой вариант решения сирийского конфликта. Безоговорочное перемирие. Запрет на полеты авиации Асада. И совместная воздушная операция США и России. При этом как узнала газета. Американцы отметили в послании. Что терпение Вашингтона на исходе. Мол это последнее предупреждение. Не верить этой информации оснований нет. По крайней мере так считают американские журналисты. С которыми я говорил. Все убеждены, что утечку допустили специально. Как намек России. Еще одним намеком. Только теперь уже по поводу Украины. Стали новые американские санкции. Их накануне. Утвердило министерство торговли. И вот что удивительно. Первый пакет был утвержден Минфином. Накануне большой двадцатки. Как раз накануне встречи Обама и Путина. А второй пакет появился сейчас. Накануне возможной и ожидаемой встречи Керрии Лаврова. В том, что это не совпадение, убежден посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый. То есть четкий сигнал России. Нужно установить мир. Нужно перестать браться над оружием. Вивезти свои подразделения и войска. А сейчас, к сожалению, идут учения вокруг Украины. Также снизить этот накан. Вивезти войска. Закрыть кордон. Также освободить заручников. Это находится в документах Минфина. И сейчас Министерство торговли также честно говорит о том, что нужно выполнять эти цели. По данным дипломата, под санкциями уже сейчас 326 российских компаний и 128 граждан России. И такое принуждение к миру, похоже, может оказаться эффективным. Что в случае с планом по Сирии, что в случае с конфликтом в Украине. В любом случае, что у госсекретаря Керри, что у самого президента Обамы остается буквально 3-4 месяца. Для того, чтобы наконец-то поставить точку во многих очень громких и важных конфликтах и проблемах. И поэтому цена вопроса в любых переговорах, в том числе и этих, ожидаемых Женевских, все выше. Из Вашингтона. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала. Интер. У министра обороны Украины Степана Полторака появился новый советник из-за океана. Им стал отставной генерал Джон Абизаид. В 2003-2007 годах он возглавлял Центральное командование США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в Афганистане и на Среднем Востоке. Абизаид командовал операциями в 27 странах. И советникам же его назначили в рамках помощи со стороны США. Абизаид будет помогать Полтораку в усилении гражданского контроля над армией, борьбе с коррупцией и проведении реформ. Об этом заявил военный министр Соединенных Штатов Эштон Картер. Турция не признает аннексию Крыма, несмотря на потепление отношений с Россией. В этом уверил министр обороны Украины Степана Полторака, его турецкий коллега Фикри Ишик на встрече в Лондоне. По его словам, Анкара осуждает захват полуострова и заинтересована в развитии сотрудничества с Киевом, в частности в оборонно-промышленном комплексе. Визит разрешен. После долгих споров Турция позволила немецким депутатам посетить авиабазу Инжурлик, где несут службу и военные бундесвера. Но если один конфликт урегулирован, другой набирает обороты. О новом скандале между Германией и Турцией Татьяна Лагунова. Повод для нового скандала интервью журналистов немецкой компании Deutsche Welle с министром по делам молодежи и спорта Турции. Записывали версию для телевидения, но у съемочной группы остались только фото. Сразу по завершении съемок пресс-служба министерства сначала запретила показывать беседу, а потом просто забрала отснятый материал. Когда мы заканчивали интервью, ко мне подошел помощник и хотел договориться со мной и командой о том, чтобы интервью не показывали. Мы, само собой, отказались. Когда же дали понять, что подобные вещи вообще никак не соответствуют нашим представлениям о свободе слова, тогда он обратился к технарям, туркам, и те отдали материал. Причина конфискации материала – острая тема интервью. Журналист спрашивал об арестах и чистках после попытки переворота, о свободе слова в стране, о роли и правах женщин в обществе. Некоторые вопросы министру не очень понравились, но это не наша задача. Особенно если речь идет о стране, где действует чрезвычайное положение и где еще до его введения не полностью соблюдались демократические принципы. Анкара оправдывается, мол, пресс-служба хотела просто запретить выпускать в эфир неавторизованное интервью. У Берлина другая точка зрения. Немецкие политики называют прошедшее вопиющим нарушением свободы слова и требуют вернуть журналистам конфискованные материалы. То есть продолжение следует. Татьяна Лугунова, подробности, немецкое, бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Сам себя высек, за что главный полицейский Ивана Франковска избил ветерана ОТОМ. Педагогическое сафари, как детей в патриотическом лагере бинтовкой воспитывали. В столичном Святошинском переулке снова спецназ, активисты, полиция и дымовая завеса. Напомню, вчера мы рассказывали о ночных баталиях вокруг одной из строек с участием нардепов. Сегодня там снова бушуют страсти. На месте события находится Геннадий Вивденко. Геннадий, тебе слово. Расскажи, что там происходит сейчас. Катя, около двух часов назад представители так называемого гражданского корпуса «АЗОВ» начали штурм стройплощадки, которая находится вот здесь вот за домом в Святошинском переулке столицы. Несколько десятков человек начали ломать забор. На площадке также было очень сильное задымление, потому что активисты подожгли шины. По нашим подсчетам, на место прибыли более сотни бойцов спецподразделений полиции, также десятки пожарных. Такая ситуация здесь, в Святошинском переулке, не впервые. Здесь была территория парковки, где местные жители ставили свои личные автомобили. Теперь идет подготовка к строительству многоэтажного дома. Застройщик, это компания «Киевгорстрой», утверждает, что все разрешительные документы у нее на руках и в порядке. Однако ряд местных жителей, или все местные жители, против. К этой всей истории подключились народные депутаты, в частности, небезызвестный Семен Семенченко. Позавчера ночью депутаты проникли на стройку вместе с представителями полиции. Вместе с ними появились также и люди, которые назывались представителями добровольческих батальонов. Они там, на площадке, и задержали ряд людей, работников якобы из стройбригады. Сегодня здесь вновь вспыхнули конфликты спецпродзделения. Сейчас у ворот, вблизи стройплощадки, вблизи помещения за домом. Ни активисты, ни полиция пока не расходятся. Катя. Спасибо, Гена. Это был Геннадий Вивденко. И он о ситуации на одной из строек Киева. Бывшему главе госагентства по инвестициям Владислава Каскива арестовали в Панаме. Эту информацию сегодня официально подтвердил Интерпол. Украина сразу же передала оригинал запроса о его экстрадиции, заявили в Генпрокуратуре. Также там сообщили, Каски в несколько раз пытался бежать из Панамы, в частности на Кубу. Напомню, обвиняют его в растрате госсредств в 2012-2013 годах. Он уехал с аттестации. Во Львове очередной скандал с задержанием нетрезвого водителя. На этот раз героем детектива оказался детектив. Начальник уголовного розыска областного главка нацполиции. Подробности выясняла Галина Якушко. Два часа ночи патрульные остановили автомобиль возле одной из автозаправок. За рулем оказался начальник управления уголовного розыска Николай Гладюк. Правоохранителям показалось, что он пьян. Предложили протипроверку, но тот отказался. Мол, попросили неуважительно. Патрульные составили на Гладюка протокол за вождение в нетрезвом виде. Сам он о происшествии рассказал немного. Машина стояла, у нас заправка. Машина не рухалась. Я, скорее всего, был агрессивный, пьяным я не был. Почему отмолвались от дыха в драх? Те, как его начали мне пропоновать, уже когда сказали протокол. А я решил, что это уже нет резона. Несмотря на поздний час, на место событий прибыл сам начальник полиции Львовской области Дмитрий Загария. За подчиненного он яростно заступался, утверждает, тот был трезв, как стеклышко. По подозрению административного правопорушения, тут же прилетело четыре экипажа патрульной полиции. У меня нет вопроса к патрульной полиции, но у меня склалось впечатление, что это была чисто замовленная акция. Скомпрометовать начальника управления. А вот местным активистам удалось узнать подробности. Говорят, Николай Гладюк возвращался из Киева, где только что успешно прошел полицейскую перетестацию. Он был в состоянии алкогольного сменения. Власне, комментируют так, что он, как будто после аттестации, хорошо это все отметил. Если отмолвился проходить, пропускаем, что, наверное, все-таки он живет алкоголь. Сегодня в патрульной полиции дать комментарии и видео с нагрудных камер напрочь отказались. Из собственных источников нам также удалось узнать. Николая Гладюка подозревают в вождении под шофей не впервые. Аналогичная история произошла с ним в 2004-м. Тогда по решению суда обвинение с Гладюка сняли. И теперь он тоже намерен судиться. Уже с новой полицией. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер-Львов. В центре скандала оказался начальник патрульной полиции Ивана Франковска. Его подозревают в избиении бывшего бойца АТО, инвалида второй группы. Все подробности этой истории в материале наших корреспондентов. Иван Чайковский выходит из областной прокуратуры. В руках направление на судмедэкспертизу. Идет снимать побои. Иван воевал под Иловайском, был тяжело ранен, попал в плен. После освобождения и возвращения домой получил инвалидность. На прошлой неделе его оштрафовали патрульные за неправильную парковку. Уже дома, рассказывает мужчина, в протоколе увидел ошибку. Неправильно указано название дорожных знаков. Пошел к начальнику патрульной полиции просить, чтобы штраф отменили. Я их спросил Михальца, вы знаете, как этот правильный знак называется, какой его номер? Как вы можете быть руководителем полиции, если вы не знаете сами правила досконалого дорожного руха? Это и вывело из себя главного патрульного, говорит боец. Дмитрий Михалец набросился на него прямо в служебном кабинете. Скупил меня за руки и начал выкидать тряпку, понимаете, с кабинета. Я начал выриваться от него. Он увидел, что он не может выкинуть и кинул на подлогу, бля своих кресел, под стену. Начальник полиции рисует совсем другую картину. По свиданиям участника боевых действий, он кинув в меня. На что я ему заявил и попросил покинуть кабинет. Он отмомнился. Третий раз я подошел, взял его за руку. Он делал сопротив, но до него физические силы не было застосовано. Начальник никого не бил, утверждает комбат патрульной полиции. На ее глазах все и произошло. Физический влияние мы имеем право применять. Но там не было, в принципе, того физического влияния, кроме держания за руку данного гражданина. Как все было на самом деле, уже разбирается прокуратура. Начальнику патрульной полиции инкриминирует превышение полномочий. Результатов этого расследования ждет не только Чайковский, но и его побратимы. Если факт избияния подтвердится, будут требовать увольнения Дмитрия Михальца. Пока же он даже не отстранен. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Ивана Франковск. Воспитатель с пневматической винтовкой. В соцсети попало видео, на котором воспитатель одного из детских патриотических лагерей в Сирнопольской области проводит утреннюю зарядку. При этом он держит детей под прицелом винтовки для страйкбола. В тех, кто не слушается или не справляется с упражнениями, стреляют резиновыми пулями. Рядом с ним находятся вожатые, которые все это снимают на видео. А в своих действиях воспитатели никакого криминала не видят и шутят и насмехаются над детьми. Подопечные ребята из фрифронтовых населенных пунктов и дети участников АТО. А воспитатель с винтовкой, 33-летний житель Львова, воевавший в составе одного из добровольческих батальонов. В полиции сообщили, что уже открыли уголовное производство по статье пытки, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Пока подозреваемый на свободе. На сегодняшний день установлено его особу. Он опитанный передоше. За его словами, их волонтерская организация – это один из методов выхождения. Когда дети вели себя нечемно, в ночи, то где-то шумели, заважали іншим отдыхать. Поэтому он с утра, в шести утра их снимал и таким образом наказал, приучал, скажет, что он до степени. Презентация без прорыва, но и не без новшеств. В Купертину Тим Кук представил публике новый iPhone 7 и его брата 7 Plus. Внешне они мало отличаются от шестых, но главное новшество – больше нет привычного разъема для наушников, только беспроводные. К тому же Apple вернулся к изначальному черному цвету корпуса, добавив его в линейку. Позиционируется, к слову, смартфон как влагоустойчивый, его даже можно погружать в воду. У аппарата более мощный процессор, увеличена базовая память, добавлен динамик, но и стоить это все будет дороже. Цена стартует с 649 долларов. Побег года в США. Как подозреваемый в наручниках сумел сбежать с допроса из полицейского участка? Об этом или не только смотрите в нашем обзоре. Знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» чуть не повторили в британском парламенте. Во время выступления премьера Терезы Мэй в палате общин депутат Люси Фрейзер из Кембриджира забросила нога на ногу почти как Шерон Стоун. Все это заметили журналисты и блогеры. Судя по реакции соцсетей, Фрейзер затмила речь Мэй об успехах британских атлетов на Олимпиаде в Рио. В Норвегии начался суд над владелицей парикмахерской за отказ обслуживать клиентку в хиджабе. Мэрета Ходне заявила мусульманке, что не принимает таких. Норвежскому телеканалу Ходне объяснила, что считает исламскую идеологию злом. Женщина отказалась платить штраф в 870 евро, поэтому предстала перед судом. На первом заседании свою вину Мэрета Ходне не признала и грозит до полугода тюрьмы. Евростат определил наиболее благополучные столицы Евросоюза. Самые счастливые – жители Вильнюса. 98% опрошенных заявили, что очень довольны своим городом. На процент меньше устраивают столицы жителей Стокгольма и Копенгагена. Далее Вена и Люксембурга. Наименее оптимистичны жители Афин. В общей сложности в 18 столицах Евросоюза 9 из 10 горожан устраивает их столица. Драгоценностей на 3 миллиона долларов украли у рэпера Дрейка. Пока артист выступал в Фениксе, вор проник в его автобус, где нашел сумку, набитую ювелирными украшениями. Оказалось, канадскому рэперу украденное не принадлежало. Кто же хозяин, пока тайна следствия. Дрейк – лауреат Грэмми. Его альбомы разошлись тиражом 5 миллионов экземпляров. Первый день Паралимпиады в Риод еще не завершился. Украинские спортсмены уже взяли две медали. Обе бронзовые. Роман Данилюк вошел в тройку лучших в толкании ядра. А Руслан Катышев в прыжках в длину. Побольше побед нашим спортсменам. А за развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua. В прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин